Итак, тема нашего сегодняшнего семинара параллельный перенос и кривизна в геометрии физики. В данном случае имеется в виду параллельный перенос, который для нас представляет интерес, это параллельный перенос, который зависит от траектории. Это параллельный перенос, когда можно взять вектор, обнести этот вектор по запнутому контуру и обнаружить, что исходный вектор изменился, повернулся. Это могут быть векторы в разных пространствах. Давайте начнем с простейшего случая. Начнем с того рисунка, который вы могли видеть на объеме, который уходит со списком записи присутствующих. Вот у нас есть шарик. То есть на этом шарике нарисованы два медиатора. И мы можем определить на поверхности шарика. У нас обычная геометрия. То есть шарик вложен в трехмерное невклиновое пространство. Мы метрику ограничиваем на поверхность. И расстояние на поверхности шарика – это расстояние, измеряемое обычное расстояние, измеряемое вдоль поверхности. В роли прямых выступают кривые экстремальной длины. То есть это джуги больших кругов. Большой круг – это круг, у которого центр совпадает с центром. И тогда мы можем сказать, что параллельный перенос вектора касательного поверхности сферы осуществляется как мы приближаем нашу кривую ломаной, состоящей из двух больших кругов. То есть из геометических, как это называют. И когда мы идем по отрезку двух больших кругов, то угол между вектором, который мы несем, и геодезический, остается пустой. Вот такой аналог параллельного переноса. Ну, давайте возьмем совсем простую ситуацию. Вот наш код, вот этот сферический подогоник, меня примет в ухо, потому что ухо между меридианом и эквактором. Прямой. И вот вектор пусть сначала касается одного меридиана. Вот мы его принесли, вот он все касается меридиана. К эквактору он под 90 градусов. Мы его несем по эквактору, он под 90 градусов. Принесли его к другому меридиану. И несем обратно на полюс. В код стартовой. Но он уже касается другого меридиана. В итоге мы обошли наш контур. И вектор повернулся, повернулся как раз на тот угол, который около вершины. И повернулся в том же направлении, в котором мы контур обходили. Понятно, что при параллельном переносе нескольких векторов угол между ними будет сохраняться. Поэтому если один из них повернулся, то все остальные тоже повернулись. Приогнулись вот по такому. И в данном случае сфера этих пространств постоянной положительной кривизны, что выражается в том, что угол поворота при параллельном переносе по замкнутому контуру прямо пропорциональна площадь контура. Доказывать это не буду, но проиллюстрировать могу, если это надо. Надо проиллюстрировать каким-то соображением? Не надо. Не надо? Вам? Хорошо. Значит, аналогично мы можем просмотреть конус. Конус мы можем склеить из куска плоскости, из которого вырезан сегмент. И тогда параллельный перенос, если мы этот разрез не пересекаем, осуществляется тривиально. Вот мы вернулись в срезную точку. Потом отрезали секторок, переложили его сюда. И видим, что вектор повернулся на угол, равный угловому дефициту конуса при вершине. На тот угол, который мы вырезали и выкинули из плоскости, что же из конусской. В принципе, где параллельный перенос может встречаться нам в физике? Ну, во-первых, он может нам встречаться, извините, в яркости. То, что мы живем на поверхности, близкой к поверхности сферы, если мы будем по замкнутому контуру, по возможности параллельно переносить горизонтальный вектор, то он может в итоге повернуться. Если я не путаю, то это может сказываться, но это может создавать всякие эффекты при использовании герокомпасов. Что герокомпас, если вы совершили путешествие по замкнутому контуру, может в итоге дать вам уже другое направление. Ну, это, как понятно, не самое главное применение. Значит, вот этот опыт с провериванием переносного вектора по поверхности сферы можно предустимировать жестом. Что вот сфера, центр плеча, поверхность радиосферы, длина руки, вот кисть руки по поверхности сферы может перемещаться. Значит, вот большой оттопленный большой палец примерно задает касательный вектор сферы. Смотрим. Рука обернулась в вертикальное положение, контур замкнулся, но палец уже смотрит в другую сторону. Правильный перевод к бору. Так, в принципе, если у нас есть какой-то наградник, то с точки зрения внутренней геометрии поверхности, вот его развертка, это нашел кубик. Окрестность вершины устроена точно так же, как устроена вершина курса. Вот окрестность вершины. И здесь, видите, тоже вырезан сектор, а вот эти вот линии разреза потом друг на друга заклеиваются, когда мы клеим кубик из нашей развертки. Причем сами ребра, с точки зрения внутренней геометрии, с точки зрения некоей плоской букашки, которая ползает по поверхности, сами ребра несущественны. Мы ребро пересекаем туда, обратно, и вот соседние ребра можно объединить и на них установить общие правила параллельного переноса. Но вот если мы обходим вершину, то получается то же самое, как если бы мы обошли вершину курса. При объединении двух контуров углы, которые мы зарабатываем при бразильном переносе складываются, потому что вот обошли один, потом обошли другой, и границу между контура мы прошли два раза, туда и обратно. И она вклада не дала. И поэтому, скажем, если мы на поверхности кубика обошли одну вершину, потом вот обошли другую вершину, каждый обход вершины дает нам угол, обошли две вершины, угловые дефициты при обоих вершинах слышитесь, ну и получили, что... А тут может быть такой интересный вариант, когда мы на поверхности куба или какого-то другого многогранника обойдем все вершины сразу. Как это сделать? Ну, например, вот так. Внутри одной грани обошли чуть-чуть по кругу. И тут совершенно все равно, что считать наружной стороной, что внутренней. Если мы считаем, что наружная сторона, что внутренняя сторона это вот здесь, то мы ни одной вершины не обошли. Мы можем посчитать, что наоборот. Внутренняя сторона это все, кроме того, что внутри этого куба. И тогда этот же обход, это обход вокруг всех вершин кубика сразу. Ну или не обязательно кубика, какой-то другого. Обход вокруг всех вершин кубика сразу, но с другой стороны мы грани не покидали. Значит, такой параллельный перенос поворота дать не должен. Это с одной точки зрения. А с другой точки зрения мы можем сказать, что сумма угловых дефицитов всех вершин нашего многогранника должна быть кратно 2π. Чтобы получился тождественный поворот. Так что мы же здесь установили, что угловой дефицит около лекарнической символярности это как раз тот интегральный показатель, характеризующий кривизму, что на сфере, на промежности сферы эта кривизна размазана равномерно, а здесь она вся сидит в углодной точке. А здесь вот она сидит вся в вершине. И в принципе мы могли бы, скажем, рассмотреть ситуацию, когда мы берем кубик, потом обрезаем его вершины, обрезаем, обрезаем, грани вершин все больше и больше, они распределены все равномернее, и в пределе получаем сферу. Но при этом эта процедура суммарно угловой дефицит не изменит. И здесь оказывается, что мы приходим к элдеровой характеристике поверхности. Что если мы вот эту вот кривизну, как там его обозначает, как проинтегрируем по поверхности, то что мы получим? Секундочку. Сейчас установим коэффициент пропорциональности. У куба 8 вершин. В каждой вершине угловой дефицит пи пополам. Так что суммарно угловой дефицит это сколько? Это 4 пи, значит. 2 пи на элдеровую характеристику, которая хи, кажется, не случает поверхность. Если у нас вместо углового дефицита есть угловой избыток, то это будет соответствовать отрицательной кривизне, которая сидит в данной точке. Если у нас отрицательная кривизна сидит в данной точке равномерно размазана, то локально эта поверхность должна быть устроена как седло. Или перевал. Представляете, здесь поверхность изогнута в одну сторону, а в этом направлении она изогнута в другую сторону. Для двухмерных поверхностей в обычном невклиновом пространстве вот эта кривизна совпадает с гауссовой кривизной. это произведение двух главных кривиз. То есть берем два ортодонольных сечения, в которых будет максимальное значение радиуса кривизны. Вот кривизна переношена. Для седла кривизна отрицательна, потому что тут в разные стороны поверхность в зависимости от того, как ее сечь. Мы можем представить себе такую ситуацию, что мы вместо куска плоскости возьмем кусок пространства и вырежем из этого куска пространства клей. А потом вот эти полуплоскости друг на друга заклеим. Представьте себе, что мы это сделали с самим пространством. То есть как-то представить, что кто-то путешествовал, по этому пространству. Вот он подошел вот к этой полуплоскости и раз, и обортирнулся на эту соответствующую повороту, так что даже сам не заметил, как это произошло. То есть он обходит вокруг вот этого и обнаруживает, что полный угол у него не 2π, а меньше. То тогда мы получаем некий аналог вот такой же вот сингулярности, как у нас есть в вершине конуса, но уже в пространстве. Но эта сингулярность уже размазана по отрезку прямой. Здесь тоже, если мы наш параллельный перенос, контур параллельного переноса охватывает вот это ребро, то мы получили поворот. Если контур параллельного переноса ребро не обхватывает, то мы никакого поворота не получили. Таким образом, вот, например, устроена так называемая космологическая струна. То есть, если вот эта космологическая струна, вид с торца, вот мы смотрим, разрез давайте проведем вот так, чтобы он был по ту сторону, и так, чтобы он как раз разрезал какую-нибудь далекую галактику. Вот одна половинка галактики, вот другая. Но искренне. Тогда мы можем увидеть нашу, эту далекую галактику с двух сторон от струны, и тогда мы увидим на небе две в точности одинаковые галактики, только чуть-чуть под разным углом подверг. А с торгомы пытаются такое искать, правда, пока не нашли. Хотя были какие-то кандидаты, когда казалось, что вот, видим две одинаковые галактики, но оказалось, что они все-таки не совсем одинаковые. Это отличается от обычного революционного линзирования, потому что при обычном революционном линзировании там искажения объектов, которые мы видим, оказывается искажены. Здесь никакого искажения нет, потому что вся кривизна сидит на линии стройной. Если мы эту линию не трогаем, то пространство плоское. Но пока такого не нашли. откуда вообще такая манер взглянуть? Она возникает сама собой. рассматривать одномерный гравитирующий объект, то вокруг него такая геометрия. И если посчитать какой-то тензор энергии, то оказывается это космологическая струна, у которой плотность энергии всей энергии, включая энергию покоя, в точности равна натяжение. То есть это весьма своеобразная струна. Например, движение вдоль такой струны, однако относительно нее обнаружить невозможно. Если вот она у вас прямо рядом натянутая, то вы вдоль нее стоите, вдоль нее движетесь, вы различить не можете. Она выглядит абсолютно не как. и если у нас на двумерной поверхности мы можем ввести какую-то треангуляцию, то есть представить себе, что мы нашу поверхность клеим из полугольничка или приблизить ее к такой кусочной плоской поверхности, что каждая грань плоская, но то тогда всяко кривизна будет сидеть в вершинах. Ну это мы уже говорим. Мы можем перейти к непрерывному пределу, беря все более и более мелкие треангуляции. Если мы захотим аналогично рассмотреть пространство, тогда у нас вместо треангуляции надо делать уже пирамидками, тетраэдрами, и тогда кривизна уже будет сидеть не в вершинах, а в лёграх. Если мы захотим аналогичным образом преаргулировать наше четырёхмерное пространство время, то надо будет уже брать четырёхмерные симплексы с пятью вершинами. Понятно. Что такое симплексы, lighthouse наличие Нольмерный симплекс это точка. Чтобы получить симплекс размера n плюс 1, надо взять симплекс n минус одномерный, взять точку и соединить эту точку отрезками со всеми точками предыдущего симплекса. Тоесть нольмерный симплекс точка, одномерный симплекс отрезка, двумерный симплекс треугольника, трехмерный симплекс четырехмерный симплекс берем вне нашего трехмерного пространства еще одну точку пятую и соединяем ее со всеми точками нашей пирамидки получается вот такая вот трехмерная пирамидка и если мы будем реагулировать четырехмерное пространство то тогда у нас вся кривизна будет сидеть уже в двумерных граних и чтобы эту кривизну увидеть нам надо будет вокруг трехмерной двумерной грани вокруг треугольника обойти но в соответствующем сечении у нас все равно будет ровно та же самая картинка которая была для конуса просто вот вот эта картинка для конуса добавьте сюда еще две оптогональных в доске координат и вы получите картинку трехмерного пространства когда мы добавили 1 арт тогда нам это смогли изобразить а если добавить 2 арт тогда кто-то уже рисовать на двумерной доске сложно есть и когда мы интегрируем нашу кривизну по объему то тогда в двумерном случае мы просто суммируем угловые дефициты в двумерном случае мы угловые дефициты еще умножаем на длинный ребер а в четырехмерном случае мы умножаем угловые дефициты на площади соответствующих треугольничков и интеграл арт и интеграл арт и в двумерном кривизны по двумерному объему это как раз с точностью до множителя в соответствующих единицах дает нам действие для гравитации действие в общей теории относительности то есть вот посчитали для триангулировали наше четырехмерное пространство посчитали для каждого двумерного треугольничка угловой дефицит умножили на площадь треугольничка все просуммировали и вот эта величина должна быть экстремальной на тех геометриях четырехмерного пространства которые соответствуют уравнению движения но это правда при условии отсутствия вещества гравитационное поле в общей теории относительности за вещество не считается это само пространство так правда описывать нам кривизну сложнее потому что в двумерном случае кривизна описывается одним числом потому что у нас есть всего одна ось поворота в двумерном случае в трехмерном случае тут уже нам сложнее описывать потому что у нас возможно разная ось поворота и поэтому в многомерном случае когда мы описываем нашу кривизну то у нас появляется тензор аж с четырьмя иксами если мы берем два вектора по повторяющим синдексам вот их компонент по повторяющим синдексам и ежесунья натягиваем на эти два вектора маленький параллограммчик и по этому параллограммчику совершаем по кругу параллельный перенос то тогда вот эти вот два индекса ежи мы свернули мы по ним посумнировали осталось еще два индекса ежи вот получается то есть матрица если к этой матрице добавить единичную матрицу то получается матрица бесконечно малого поворота матрица бесконечно малого поворота отвечающая вот этому параллельному переносу по бесконечно малому контуру и тогда тут уже больше компонент в одномерном случае у нас вместо матрицы нам хватало одного числа потому что у этого тензора все компоненты можно было выразить через компонент 1,2,1 потому что первый параллельный по второй параллельный на поверхности двумерный он должен быть антисимметричным антисимметричная матрица 2 на 2 имеет всего-навсего один независимый компонент вторая тоже самая с противоположностью так ну и собственно чем отличается общая теория относительности от параллельного переноса общей теории относительности от параллельного переноса в каком-то герклидовом пространстве где расстояние знака определено где квадрат вектор не может быть отрицательным или нулевым он отличается тем, что параллельный перенос по замкнутому контуру общей теории относительности может дать нам не только поворот но и преобразование Лоренца, а также их какую-то комбинацию ну это естественно, потому что в общей теории относительности параллельный перенос дает какое-то преобразование которое сохраняет квадрат вектор поскольку метрика локальная это метрика Менковского соответственно мы можем получить параллельный перенос преобразование Лоренца и их комбинации отражения тут возникнуть не могут потому что понятно если у нас контур может быть стянут в точку то преобразование которое этот контур при параллельном переносе нам дает должно стремиться к единичному преобразованию а отражение если есть отражение то он либо есть, либо нет мы его не можем постепенно к тождественному преобразованию привести общая теория относительности если это слишком сложно у нас есть примеры из физики и попроще например если мы рассматриваем волновую функцию то у нас есть четырехмерное пространство время а в каждой точке комплексное число значение угловой функции комплексное число это тоже вектор только если хотите в одномерном пространстве в одномерном комплексном пространстве и мы можем рассмотреть ситуацию когда параллельный перенос по замкнутому контуру дает вам поворот вот этого одномерного вектора в комплексном пространстве понятно как сделать одномерный поворот если пространство комплексное плоскость с комплексной точкой зрения двумерный поворот и вот совершил параллельный перенос по замкнутому контуру может оказаться что волновая функция которую мы с собой несем умножится на фазовую нюшку взяли ящик ящики частиц мы ящик вместе с частицей медленно по замкнутому контуру вниз может оказаться что волновая функция после этого домножится на фазовую нюшку и в этом случае у нас такой вот параллельный перенос волновой функции зависящий от траектории описывается как ни странно электромагнитного поля обычный параллельный перенос это когда производная от вектора равна 0 если мы введем вот такую производную нам будет дфи равна обычной дфи по дхит вот это так называемая ковариантная производная по координате хит это обычная производная плюс так знак 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 секундочку и так где-то мы сейчас так ботика чтобы снизу единицы не переводить а если мы определим вот производную такую и будем считать что параллельный перенос от равенства необычной производной а вот такой вот ковариантной производной где есть добавка пропорциональная потенциала это вот компоненты четырехмерного потенциала электромагнитного поля а как нулевая компонент это фи пространственная компонент минус с вектор потенциалом тогда вот это вот фи будет соответствовать волновой функции заряженной частицы зарядом аж постоянная планка ц скорости и если мы совершили параллельный перенос по замкнутому контуру и получили вот этот фазовый поворот то это означает что у нас есть ненулевой электромагнитный в роли тензора кривизны здесь выступает любимый нами тензор электромагнитного поля но если наш поворот совершается только в пространстве наш параллельный перенос только в пространстве время мы не трогаем тогда вот этот угол окажется пропорционален магнитному потоку проходящему через тот контур по которому мы обносили частицу и здесь мы можем рисовать такую картинку представьте себе у нас есть длинный очень очень внутри есть поток магнитного поля снаружи магнитного поля считаете что как невозможно но мы рассматриваем предельный случай эксперимент невозможно а в теории возможно но пока магнитное поле всегда самоударено силовые линии магнитного поля всегда замкнут оно может быть рассеянным на поток чем точно равен поток внутри ну большой тор можно рассмотреть можно да можно этот соленоид где-то далеко замкнуть на себе чтоб весь поток был внутри и вот пусть у нас есть источник заряженных частиц и мы на этих заряженных частицах построили это что они с двух сторон могут огибать наш соленоид внутрь они залетать не могут и попадают на энэк где рейстр и вот за счет и в принципе как ни странно хотя частицы не залетают в ту область где есть магнитное поле но не залетает внутри соленоиды все равно магнитное поле внутри соленоида сказывается на интерференционной картине с но это И тогда, чтобы это дело описать, нам надо либо вводить снаружи соленоиды в векторный потенциал, либо мы можем от соленоида до бесконечности провести разрез плоскости. По этой плоскости взяли и разрезали. И договориться, что при пересечении этой плоскости мы должны сшивать волновую функцию с одной и с другой стороны со сдвигом по фазе. Что на этой поверхности волновая функция испытывает фиксированный скачок фазы, величина альфа прямо пропорциональна магнитному полю. Так, секундочку, дайте сообразить, какой там коэффициент пропорциональности. Альфа равно... Если я не путаю, то так. Дополнительный разный фаз для тех частиц, которые летят с одной и с другой стороны соленоида равные π. И, соответственно, к чему это приведет? Это приведет к тому, что в интерференционной картинке максимум и минимум поменяются места. То есть, видите, у нас тоже есть параллельный перенос, тоже зависящий от траектории. Мы тоже можем в каких-то случаях, если у нас локально кривизны нет, проводить какие-то разрезы и делать склейки. Кстати, если мы это вот так вот сделаем, то мы, в принципе, везде, кроме разреза, можем наш векторный потенциал обратить в море. Но тогда на самом разрезе он станет бесконечно большой. Это связано с тем, что монлетний поток – это интеграв по контуру от векторного потенциала. Соответственно, если везде кроме разреза мы в векторный потенциал обратили в ноль, то надо, чтобы контур, пересекая разрез, за одну точку зарабатывал весь интерференционный. Тогда, то есть, там должны быть дельта-функции. Ну и что можно сказать, какое это имеет развитие? Описание поля, как тензера кривизны для какого-то векторного пространства. Развитие этого – это так называемые калибровочные поля. Простейшее калибровочное поле – это вот электромагнитное поле. Для него группа симметрии, калибровочная группа – это вот Q1. Такие преобразования. Монетарная матрица 1 мэтр. То есть, вот такие вот комплексные числа с единичным номером. Ну, мы можем осмотреть ситуацию, когда у нас в каждой точке есть вектор, не одномерный комплексный вектор, а какой-то более многомерный комплексный вектор. Двухмерный, трехмерный вектор. С того подразумеваете под группу симметрии? По подравниям можно узнать. Группа симметрии? Вот у нас луновая функция симметричная, квантовая механика симметрична относительно умножения на такие мышцы. Когда мы делаем калибровочную теорию с той же группой, то мы допускаем, что можно проводить преобразование, когда α зависит от точки. Зависимость α от точки компенсируется тем, что одновременно с луновой функцией должен преобразовываться потенциал. И лишняя добавка в производную отсюда компенсируется добавкой отсюда. Для потенциала это будет обычная, кредевная калибровочная преобразование. Вот, собственно, это и есть. А так, для общей теории относительности, у нас в каждой точке, у нас есть пространство касательных векторов, четырехмерное, и симметрия, это симметрия преобразования луна. Что в маленькой точке преобразование луна – это симметрия. Квадрат четырехмерных векторов, она не вредит. У меня это, соответственно, параллельный перенос в общей теории относительности может дать нам преобразование луна. Там в роли калибровочной группы уступают группы луна. Ну, точнее, не вся группа луна луна, а связанные компоненты единицы. Отражение там возникнуть не может. Ну, я так про это уже говорил. А можно представить себе, что у нас в каждой точке, представьте себе, что у нас волновая функция – это не скаляр, а какой-то вот столбец из комплексных чисел с несколькими компонентами. И у нас есть симметрия относительно какой-то группы линейных преобразований, которые вот этот столбец как-то вращает. Ну, я говорю «вращает» в кавычках, потому что это и пространство комплексное, и не обязательно трехмерное, поэтому вращение – это не обязательно то вращение, к которому вы привыкли. И тогда, в общем-то, получая… Ой, чуть не забыл, здесь не можете и фи. Тогда, в общем-то, кавариатная производная с этим связана выглядит ровно так же, только фи – это столбец, а окаты, каждый компонент потенциала становятся матрицей. Правда, не просто какой-то матрицей, а матрицей, которая соответствует бесконечно малому преобразованию нашей группы. Вот как вот здесь. Вот это R, свернутый с векторами, берет на бесконечно малую группу. А вот это А, если его добавить к единичной матрице, это даст нам бесконечно малое преобразование соответствующей группе. Поэтому, когда вы там где-то встречаете, что калибровочная группа SU2, что это значит? Это означает, что… Что такое SU2, все знают? Нет. В общем, это некая группа, элементы, которые можно проиметризовать некими непрерывными параметрами. и вот эти Акаты, они… это такие матрицы, которые соответствуют тому, чем близкие, как близкие элементы отличаются от единичной. То есть, малые повороты отличаются от единичной матрицы на антисимметричную матричку. Там вот будет аналогично. Набор всех антисимметричных матриц образует линейное пространство. И тогда вот мы говорим, что вот Акаты – это вот элементы этого линейного пространства. Но вот для других непрерывных групп она тоже используется такие линейные пространства, соответствующие производным от матрицы этой группы в нуле. Ну, не выразить, а оконоединичной матрицы. Так. К чему это приводит с точки зрения физики, если уж не вникать в детали? Ну, группу, подумаешь в группу. Реально. К чему это приводит? Реально это приводит к тому, что у нас вот здесь у потенциалов появляется больше компонентов, чем у электромагнитного поля. И тензор кривизны выступает в роли напряженности. получает еще добавку. Знаете, могу ошибиться. В общем, связанную с коммутатором вот этих матриц, коммутатор и той же этой компоненты вот этих вот матриц, которые образуют наш потенциал. И компонент у напряжения, это напряженность поля, компонент у нее тоже больше. Если у нас квантовая теория поля, то больше компонента это будет означать, что больше всевозможных поляризаций у частиц-переносчиков этого взаимодействия. То есть вот у электромагнитного поля переносчики фотона у них две поляризации. А если взять там какое-нибудь сильное взаимодействие, там группа СУ3, это группа более... это группа... Сейчас, давайте сообразить, с какого у меня размера есть. матрица 3 на 3, 9 элементов. То, что она унитарная, это одно ограничение. То, что единичная против структура, это вроде 7-меня. Тогда получается, что компонент у потенциала будет не 7, а 20. А у тензора поля компонент будет не 6, а 3, 7. У нас унитарности это ни разу не... N на N плюс 1 пополам ограничение, где N порядок матрицы. Погодите. Секундочку, унитарный... А, да, погодите, вы правы. Значит, секундочку, будет по счету. Значит, СУ3, это калибровочная группа, отвечающая 7-му. Значит, берутся матрицы 3 на 3. Значит, 9 компонентов комплексных вообще-то. Значит, дальше У крест на У равно единичной матрицы. Это сколько уравнений? 3. Нет, 3. Так. 6 уравнений. 6 уравнений. Да. 6 уравнений. И определите У равен единице. Это еще одно уравнение. Так. Получается 2, 2 независимых комплексных компонента. Но они комплексные, так что веществных 4 параметра. Ну и по этой причине там количество поляризаций, которые могут иметь глионы, оказывается гораздо больше. Там эти поляризации описываются с помощью так называемых цветов. Ну цвета, это, понятно, настоящие цвета. А цвета, ну в общем, они с их... есть 3 цвета и вот они нумеруют 3 базисных вектора вот в неком абстрактном трехнервном пространстве, на который действуют элементы вот нашей группы СО3. Как раз видите трехнервный. Так что с точки зрения вот практики вот все эти калибровочные группы, они от человека, которому надо просто посчитать, они, в общем-то, довольно-таки спрятаны. Они спрятаны там в правилах, по которым он выписывает конкретные диаграммы, по которым считает теорию возмущения для своей квантовой теории. В общем, и с этой точки зрения там тому человеку, которому надо просто посчитать там с помощью квантовой хромодинамики что-то, ему не обязательно с этим возиться, он берет готовые уравнения, которые кто-то для него посчитал, и там вот в этих уравнениях все это заложено. так. Ну, я не знаю, наверное, давайте не будем углубляться слишком далеко во всякую высокую теорию. Заметим, кстати, то, что тензор крепежной общей теории относительности выглядит тоже, в общем-то, так же. Только там каждая компонент нашего четырехмерного проектора А сама представляет из себя матрица 4x4. Отмечу только, что из того, что если у нас есть кривизна и параллельный перенос зависит от траектории, то это начинает создавать нам всякие неприятности с точки зрения людей, которые привыкли иметь дело с линейным пространством. То есть, скажем, в общей теории относительности говорить про радиус-вектор было бы просто смешно. Понятно почему? Да. Потому что у нас могут быть нелинейные замены координат, а вектор должен всегда преобразовываться линейно. Потом радиус-вектор ну вы, конечно, можете как-то приближен попытаться определить, но только локально. Вы выпускаете из точки ядезическую, то есть кривую с экстремальной длиной в случае относительности интервала и вдоль этой ядезической отсчитываете там равный какой вам нужен интервал. И говорите, что вот радиус-вектор, который задает направление это ядезическое, насколько далеко по ней идти, это в некотором смысле радиус-вектор. Но проблема в том, что если вы сдвинулись по одному радиус-вектору, а потом по другому, или в обратном порядке это сделали, вы в итоге придете в разные точки. Поэтому структура линейного пространства. У меня два вопроса. Первый, что делать с векторными полями в пространстве с кривизной, например, как-то вектора складывать? Если у нас пространство с кривизной, вектора складывать можно только тогда, когда они сидят в одной точке. А если они сидят исходно в разных точках, то чтобы их сложить, их надо параллельным переносом снести в одну точку. все зависит от в какую точку мы сначала в сумерец. А следующий вопрос? И в зависимости от того, на какой траектории частица пролетела из одной точки в другую, то у нее сохраняется момент импульса. Она пролетела по одной траектории или по другой. А в итоге этот момент импульса в обоих случаях вроде бы сохранялся, но в конце оказался разным. Потому что осуществлял символопараллельный перенос по разным траекторам от пространства к реку. Следующий вопрос по поводу космологии. На каких масштабах начинается осуществляться кривизна нашего пространства? Ну, как бы Солнечные системы там, они вращаются вокруг еще общего центра масс. Галактики, если я ошибаюсь, это тоже верно. Гравитационное поле это проявление кривизны нашего пространства. Точнее, не само гравитационное поле, приливные силы это проявление кривизны нашего пространства. так что, в общем-то, в каком-то мере это проявляется в наших полнеземных масштабах. гравитационное поле. Ну, если вы хотите, чтобы эта кривизна была существенна, ну, тогда желательно там, брать, скажем, компактные объекты, у которых размер сравним с радиусом Шваршильда. Для Солнца радиус Шваршильда там порядка 3 километров, для Земли порядка метров. Ну, правда, поскольку радиус Шваршильда прямо пропорционален массе, если объекты очень большие, то они могут быть не очень плотные, чтобы быть сравним с радиусом Шваршильда. Ну, и понятно, что если вы прилетаете недалеко от поверхности от такого вот объекта, чьи размеры сравним с радиусом Шваршильда, то тут у вас уже геометрия будет существенно кривая. Понятно, в наших земных масштабах или масштабах Солнечной системы мы можем рассматривать, что у нас есть почти плоская метрика и к ней маленькая, поправка. И для этой маленькой поправки написать уравнение Эйнштейна в линейном порядке окажется, что поправка к метрику удовлетворяет просто волового уровня, где в правой части стоит тазарный римус. И тут уже это такое вот самое грубое приближение в общей теории относительности, но здесь там кривизна вроде и есть, но можно про нее не учить думать. А пролетая, так сказать, низко над черной дырой, тут уже или тем более падение, вы уже тут не сможете не думать про кривезное пространство. так что такое проливные силы, когда ваши ноги пытаются падать быстрее, чем ваши желают. Ну, вопросы еще есть? Если вопросов нет, то давайте я на этом закончу. Походу там еще карточках в камере. Ну, новую принесли. А, она еще не кончилась, тогда можно еще А в СУ-2 сколько независимых компонентов? В СУ-2-3 Группа СУ-2 Она локально устроена как группа поворотов Она чем отличается от группы поворотов? Что группа СУ-2 отличает тождественные повороты Когда ничего не поворачивается От поворота на 360 градусов В группе СУ-2 поворот на 360 градусов дает множество в минус единицы Поэтому каждому обычному повороту в группе СУ-2 соответствуют две матрицы, отличающиеся знак Это можно легко проиллюстрировать Что вот смотрите, я делаю поворот на 360 градусов Вы видите, руку я выпрямить не могу А если я сделаю в ту же сторону поворот еще на 360 градусов То руку я выпрямить не могу С чем это связано? Значит, если идти вдоль руки То разные точки от плеча до кисти совершают разные повороты Но эти повороты непрерывно от координата вдоль руки зависят Если вот я сделал поворот на 360 градусов То это в пространстве поворотов петля Здесь поворот на 0 градусов Здесь на 360 А здесь вот Какие-то промежуточные повороты на промежуточные То, что я не могу выпрямить руку, что означает? Что я не могу эту петлю малыми деформациями стянуть в точку Потому что если я руку могу выпрямить То это означает как раз то, что вот везде вдоль всей руки Нулевой поворот тождественный И вся петля в пространстве поворота стянулась в точку Как установить руку поворотов с точки зрения геометрии? Берем шарик радиуса π И если точка внутри шарика То вот вектор ее соединяет с центром Задает ось поворота А длина вектора угол поворота Ну и по правому векту поворота Но дело в том, что диаметральные точки на поверхности шарик Это поворот вокруг одной и той же оси На плюс 180 и минус 180 градусов А это один и тот же поворот Поэтому их между собой надо склеить И в таком пространстве шарик Диаметральные точки которого отождествлены Поворот на 360 градусов Это вот такая вот петля Эта точка и эта отождествлены И стянуть ее в точку я не могу Потому что если эту точку с этой сблизиться не могут Это одна и та же точка Если я это движусь сюда Это уходит с того из диаметральных Если сделать два витка То я не могу эту точку сблизить с этой Но я могу эту сблизить с этой Тогда вот они отцепляются за счет этого От этой границы и можно стянуть Это так выглядит группа СО3 Группа обычных пространственных поворотов А группа СУ2 выглядит как Есть два шарика И по поверхности они между собой склеены Только по поверхности Центр одного шарика это Тождественный поворот Центр другого шарика это поворот на 360 градусов Если вы склеили два круга по границе То если получившуюся фигуру надуть То вы получите сферу Представляете? Да Если вы склеили два шарика по поверхности То если вы в четырехмерном пространстве получите Полученную фигуру надуть То вы получите трехмерную сферу В четырехмерном пространстве и так вот с точки зрения топологии устроена группа SU2 а в группе SU3 надо вот этой трехмерной сферы отреждетлить диаметральные точки ну и вот группа квантовой механики, группа поворотов это именно SU2 потому что для фермионов, для частиц со спином 1,2, поворотов до 60 градусов умножать лоновую функцию до 90 градусов благодаря этому полу целые спины и возможно еще вопрос? ну если вопросов нет, давайте на этом тогда остановимся спасибо 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 Продолжение следует...